Давайте я назову то, что сейчас будет происходить в видео, прологом, хотя на самом деле это безинформативная дрянь, которую я просто наснимал, и мне было бы жалко её не использовать. Короче, сделал я на вятке задний свет, сделал тормоза передние, задние тоже сделал, это жесть вообще, что там с тормозами на самом деле было. Вставил топливный фильтр, отрегулировал передний свет, пришлось очень много кататься, чтобы найти правильные крепления для зеркал, также пришлось приехать даже в такое волшебное место, как Блошиный рынок, чтобы найти там оплётку для тросиков, ну и некоторые ещё мелочи. Потом я поменялся машинами с отцом, потому что у него есть крюк для прицепа, арендовал прицеп, попытался затащить вятку, чтобы вести её на техосмотр, и да, сейчас я вижу, что со стороны выглядел так же жалко, как я чувствовал себя в тот момент. Но потом я, конечно, вспомнил, что не прикрутил зеркала, так что я прикрутил зеркала и повёз её на техосмотр. Вот так вот на прицепе это была, наверное, самая высокая скорость, которая когда-либо достигала это транспортное средство. Стащить эту жирную, сволочь, прицеп оказалось ещё сложнее, чем затащить, и я бы там, наверное, погиб, если бы не помог мне какой-то проходивший мимо мужик. В общем, мы её спустили вдвоём, и я отправился проходить техосмотр. Я прошёл техосмотр! Вууу! И хватит радости, потому что на следующий день нужно было ещё обточить крепление для зеркал, вытащить старый тросик газа, который был похож уже на змею, которая некоторое время мёртвая, и кто-то её пытался есть, кажется, даже, наверное. Ну и, конечно, вставить новый, но вот сейчас уже будет конец пролога, потому что меня потом просто задрало снимать уже. А делать надо было ещё очень даже почему? На самом деле там и тормоза надо было регулировать, и тросик, зараза, оказался короткий, и вообще все дела. А потом пришёл Макс, и оказалось, что в карбюраторе трещина. Макс, помаши рукой, как будто ты герой, ты всё сделал. Вот, потом мы слили масло, которое мало того, что было там, ну, типа, ну, примерно как слюней во рту с похмелья, типа, количество. Вот, оно ещё и чёрное, как мои эти эротические фантазии про Эмму Уотсон. Вот, в общем, мы закончили после 11 часов вечера, а сейчас 8 с чем-то утра, и мы уже вот здесь, в гараже, и готовимся выезжать. Я лёг спать в полвторого и проснулся в полпятого, потому что нервничал, как выпускница девственница. И как бы, с одной стороны, ожидаешь чего-то очень такого волнующего и красивого, а с другой стороны, это всё может закончиться тем, что ты будешь в слюнях и в слезах, я буду толкать свою вятку. Или Дима будет толкать свой Минск. Помыши рукой, как будто ты не будешь толкать Минск. Вот, на самом деле, я... не накаркать, надо... надо постучать, блин, каменные джунгли, деревянного ничего... О, двери. Всё. Не заглохнем. Вот это вот оглушительно пердящее и воняющее двухтактным выхлопом троица, и мы поехали, взял бы сказать, в закат, но в рассвет, но, знаете ли, тоже симпатично. И хоть эти кадры и не претендуют ни на какую художественность, я вам их всё равно покажу, потому что они прекрасны в своей сути. Ведь каждый километр, который мы каким-то чудом проделывали на своих транспортных средствах, был для нас праздником. И нам нужно было проехать где-то 20 праздников только до точки сбора, открытия ретро-мото-сезона. Ну, а потом регистрация, шрегистрация, немножко посмотрели на первых приехавших, и ещё 15 километров до самого места проведения... Ой, смотрите, классно, у меня как будто сиськи из солнечных зайчиков. До самого места проведения мероприятия, открытия ретро-мото-сезона. А там прошёл небольшой заезд, во время которого можно было покататься по карте в Гавайтрассе. Ну, конечно, без конкуренции никто никого не обгонял, это всё только ради удовольствия. И знаете, говоря об удовольствии, то, что ты чувствуешь на своей ретро-перделке на головокружительных 60 километрах в час, просто не описать словами никакими. Ни словом незабываемо, ни словом потрясающе, ни даже таким ёмким словом, как еб***ца. Подумайте, каждая из вот этих железяк, это не просто фиговина купленная в магазине... Ну, то есть, когда-то купленная в магазине, там, лет 30 назад. Но сейчас этот кусок металла способен шевелиться только благодаря тому, что в него вложена куча чьих-то сил, чьего-то времени, чьей-то, ну, концепцию души, я не знаю, что ли. Только поэтому эти штуки вообще, в принципе, способны передвигаться. Уже по дороге обратно... Ну, мне нет кадров того, как мы ехали обратно. Это кадры, опять же, как мы ехали туда. Это не суть, я просто поговорить хочу. Уже по дороге обратно я осознал одну очень интересную вещь. Ты едешь вот на этой хреновине, она вот у тебя воняет, орёт, еле тащится. Но ты чувствуешь, что ты просто доминируешь над всеми. Потому что никакие понты вообще к ней не применимы. К ней не применимы все эти... Сколько в ней коней, а сколько она тянет, а за сколько брал. Она существует в другом измерении. В мире охренеть, она заводится и едет. Вот это чудо. В общем, на вот этом чуде втроём мы проехали почти 80 километров и вернулись домой с мероприятия. И если вы хотите узнать, как выглядит человек, который только что проехал... Сколько километров мы решили, что проехал? Ну, практически 70. Практически 70 километров на вятке ВП-150. Он выглядит вот так! Даже не важно, кто-нибудь сказал, да, хочу увидеть или нет. Какая разница, я держу камеру и говорю, и показываю своё лицо. Человек, который проехал почти 70 километров. Это кажется всего лишь 70 километров. Посмотрим, сколько кало выработал бы среднестатистический человек, проехав вот это расстояние вот на этой штуке. Ну, это было круто. И на этой штуке. И это тоже было круто. Ага. Ага. Возможно, я сегодня напьюсь. Или не напьюсь. Эпилог. Не напился.